Приветствуем вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом ролике, мы хотим рассказать несколько интересных фактов. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого ролика, и поддержать нас на Бусти. В этом ролике, представлена вторая часть 1000 самых интересных фактов обо всем на свете. Ссылки на другие части размещены в описании ролика. 200. В 1958 году, по инициативе Маутсзэдуна в рамках большого скачка, была организована кампания по борьбе с вредителями полей. В течение трех месяцев были истреблены 2 миллиарда воробьев, и одновременно была резко увеличена плотность посевов. В результате, уже через год урожаи резко уменьшились, и в стране наступил великий китайский голод, от которого погибло до 30 миллионов человек. Популяцию воробьев пришлось срочно восстанавливать, в том числе за счет импорта этих птиц из СССР и Канады. 201. Теплопроводность стекла настолько мала, что концы стеклянной палочки раскаленной посередине остаются холодными. 202. Учитель Аристотеля Платон был не только величайшим философом, но и двукратным олимпийским чемпионом по панкратиону боевому искусству, совмещающему боксерские удары и борьбу. 203. На флаге Мозамбика изображен автомат Калашникова. Это единственный в мире флаг, на котором есть изображение современного оружия. 204. Плоды земляники, клубники и малины не ягоды, а орехи. Вкусная красная мякоть, которую все так любят есть, на самом деле является разросшимся цветоложем, а мелкие семечки орешки на ее поверхности есть плоды. А вот арбуз, тыква и дыня настоящие ягоды. 205. Птицы киви откладывают самые большие яйца по отношению к массе собственного тела. Яйцо весом до 500 граммов составляет около 1 четвертой массы самой птицы. Вес страусиного яйца достигает 2 килограмм, однако при этом не превышает 2% массы страуса. 206. Частички дождя вовсе не имеют классической каплевидной формы, они падают в виде почти идеальной сферы. 207. Самым легкоплавким металлом, а также самой тяжелой жидкостью является ртуть. Ртуть плавится уже при минус 39 градусах Цельсия. 208. Приняв капитуляцию, 9 мая 1945 года Советский Союз не подписал мир с Германией, то есть остался с Германией в состоянии войны. Формально война с Германией была окончена 21 января 1955 года после принятия президиумом Верховного Совета СССР соответствующего решения. 209. Яд маленького скорпиона, обычно токсичнее яда скорпиона крупного. 210. Фирменным рецептом одного американского ресторана, где в 1853 году работал Джордж Крам, был картофель фри. Однажды посетитель вернул жареный картофель на кухню, пожаловавшись на то, что он слишком толстый. Крам, решив подшутить над ним, нарезал картофель буквально бумажной толщины и обжарил. Таким образом он изобрел чипсы, которые стали самым популярным блюдом ресторана. 211. Понятие по часовой стрелке образовалось благодаря солнцу, и вращению Земли первые часы были солнечными, и тень совершала круг по направлению, которое в дальнейшем было использовано и для механических часов. 212. В Китае больше людей говорит по-английски, чем в США. 213. Если курице сунуть голову под крыло, и повернуть ее вверх тормашками, она заснет. 214. Рейкьявик, столица Исландии, самая северная в мире столица государства. Однако благодаря воздействию теплых вод Гольфстрима, средняя зимняя температура в Рейкьявике на 0,2 градуса Цельсия выше, чем в Нью-Йорке. 215. Основателями двух конкурирующих немецких компаний Adidas и Puma были родные братья, Адольф и Рудольф Дасслеры. 216. Самая крупная кость в организме бедренная, она крепче бетона и может выдержать вес более полутора тонн. 217. За последние 125 лет Афганистан менял государственный флаг 23 раза. 218. В самолетах большинства авиалиний в Европе и США отсутствует 13-й ряд сидений. 219. Самым большим пиратским флотом в истории командовала женщина. Китайская морская разбойница 19 века Джен Ши, более известная под именем Мадам Цзинь, командовала флотом в 2000 судов и имела под своим началом более 70 тысяч пиратов. 220. Рост самцов гориллы достигает 2 метров, а масса 250 килограмм. А самые маленькие обезьянки это игрунки или мармозетки. Рост этих малюток всего 15 сантиметров, а вес не превышает 250 граммов. 221. Самая высокая гора на Земле вовсе не Эверест. Если измерять высоту от земной коры до вершины, то вулкан Мауна-Киа на Гавайях является самой высокой горой на Земле. Его высота составляет более 10 километров. Однако только 4245 метров находится над поверхностью моря. 222. Самый большой водопад на планете находится под водой. В Датском проливе, между Исландией и Гренландией на протяжении 200 километров, каждую секунду с высоты в несколько километров в Атлантику сбрасывается 5 миллионов кубических метров воды. Холодная, и поэтому плотная и тяжелая, вода Северного Ледовитого океана сбрасывается в теплую воду Атлантического океана. Для сравнения, самый полноводный водопад над уровнем моря Гуаира в Бразилии сбрасывает всего 13 тысяч кубических метров воды в секунду. 223. Рекорд долгожителя среди всех живых существ принадлежал слоновой черепахе Адвайту, которая умерла в зоопарке Калькутты в 2005 году в возрасте 250 лет. 224. В Каире, население которого 18 миллионов человек, в 2009 году было всего 10 действующих светофоров. 225. Вознесенская церковь на Большом Соловецком острове единственная в мире действующая церковь-маяк. 226. Зимой в первую очередь надо позаботиться о перчатках, а не о шапке. Человек на морозе теряет с поверхности рук больше тепла, чем с непокрытой головы. 227. Таможенная служба, США, конфискует до 3 миллионов шоколадных яиц в год. В США действует закон, который запрещает вкладывать несъедобные предметы в продукты питания. 228. Домашний индюк, вскормленный в США в штате Кентукки, весил 39 килограмм. Это, конечно, не страус, который может весить до 170 килограмм, но тем не менее, он в три раза тяжелее самой большой летающей птицы-альбатроса. А самая маленькая птичка в мире пчелиная калибри, весит всего 1,5 грамма. 229. Самая большая жемчужина в истории, весом 6,4 килограмма, была добыта в 1934 году на Филиппинах. В ценах 2011 года ее оценочная стоимость, превышает 40 миллионов долларов. 230. Держатели любой банковской карты, нельзя называть ее владельцем все кредитные карты, всегда принадлежат банку-эмитенту. 231. Изображенные на купюрах достоинством в 10 и 100 долларов Александр Гамильтон и Бенджамин Франклин никогда не были президентами США. 232. Комары являются самыми опасными для человека животными на Земле. Будучи переносчиками более сотни смертельных заболеваний, включая малярию, желтую лихорадку и энцефалит, они ежегодно убивают до трех миллионов человек. 233. Иван Семенович Барков, широко известный в XVIII веке, как автор срамных стихотворений, отказался переводить некоторые басни римского баснописца, Федора из-за их непристойного содержания. 234. Острова Баунти ничего общего не имеют с тропиками. Это лишенные растительности, субантарктические необитаемые острова в Тихом океане, на которых водятся только пингвины, альбатросы и тюлени. 235. Чарльз Осборн из штата Айова, США, начал икать в 1922 году. Он вел нормальный образ жизни, был дважды женат и имел 8 детей, а икать перестал лишь через 68 лет в 1990 году. 236. Веерной кокосовой пальме, произрастающей на Сейшельских островах в Индийском океане, принадлежат самые крупные семена на свете. Вес одного семени, может достигать 18 килограмм. 237. Самка щетинистого ежа, обитающего на Мадагаскаре, обладает самым многочисленным потомством среди млекопитающих. В одном помете она приносит до 35 детенышей. 238. Самый большой моллюск Тридакна, обитает в теплых водах Индийского океана. Ее раковина может достигать 2 метров в диаметре и 250 килограмм веса. 239. Среди насекомых встречаются настоящие гиганты тропический палочник, достигает в длину 33 сантиметра. Размах крыльев мотылька и так у Сэтлес больше, чем у ласточки, а африканский жук-голиаф больше хомяка и по весу, и по размеру. 240. Бывший президент США Джимми Картер утверждал, что в 1969 году в Лире, штат Джорджия, он видел НЛО. 241. Суммарная площадь двух федеральных округов России Дальневосточного и Сибирского на 1 миллион километров два больше, чем площадь всей Европы. 242. Самое большое пресноводное озеро в Латинской Америке – озеро Никарагуа. Это единственное в мире пресноводное озеро, в котором водятся акулы. 243. У Джона Гетти, одного из самых богатых людей в мире, дома был установлен платный телефон-автомат. 244. Руководствуясь проповедями католического фанатика Джеролама Савонаролы в 1495 году, великий Боттичелли жег несколько своих картин. 245. Сэр Шон Коннери, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус», в 2000 году посвященный в рыцарское звание, королевой Елизаветой II, в молодости занял третье место на конкурсе по бодибилдингу «Мистер Вселенная». 246. Столица Словакии Братислава является единственной столицей мира, которая непосредственно граничит с двумя другими государствами, Австрией и Венгрией. В период с 1536 по 1784 год Братислава была столицей Венгрии. 247. Брэду Питу с 1997 года запрещен въезд в Китай из-за его роли в фильме «Семь лет в Тибете». 248. Ведущий популярной телепередачи «Мисс Бастерс. Разрушители легенд» Джейми Хайнеман в 1978 году получил диплом университета Индианы по русскому языку и литературе. 249. Самый популярный вид спорта в Таиланде – запуск воздушных змеев. 250. По распространенной легенде, Юлий Цезарь родился посредством кесарево сечения, в честь чего и возникло название этой операции. Однако в Древнем Риме кесарево сечение применялось только для спасения плода, мать при этом всегда погибала. Мать же Юлия Цезаря, Аврелия Кота, дожила до глубокой старости. 251. В исландском языке вместо фамилии используется отчество. То есть Свена Эриксон является сыном Эрика, а его сын будет иметь фамилию Свенсен. 252. 8 ноября 1925 года Ленинградский совет постановил разрушить Петропавловскую крепость, а на ее месте построить стадион. 253. Ван Гог не отрезал себе ухо. В декабре 1888 года, незадолго до самоубийства, во время ссоры из-за женщины, сильно выпивший Ван Гог, набросился на своего приятеля Поля Гогена. Однако француз был прекрасным фехтовальщиком. Он выхватил шпагу и, защищаясь, отсек другу правое ухо. 254. В гонках Формулы-1 нет болида под номером 13. 255. В 1980 году на вооружении советской армии состояло около 68 тысяч танков. В армии США в это же время было 11 800 танков. 256. В возрасте до 67 месяцев ребенок может дышать и глотать одновременно. Затем эта способность утрачивается. 257. Баба Адаму это совсем не Ева. Так зовут нападающего национальной сборной Ганы по футболу. 258. В 1948 году Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина восхнил, объявила генетику лженаукой. 259. В захваченной канцелярии Третьего рейха советские бойцы нашли накрытый стеклянным колпаком скорострельный авиационный пулемет «ШКАС» и находившийся при нем личный приказ Гитлера, гласивший о том, что тульский пулемет будет находиться в канцелярии до тех пор, пока немецкие оружейники не создадут лучший. 260. Первооткрыватель золота в Калифорнии Джеймс Маршалл обнаружил золотоносную жилу в январе 1848 года. Находка Маршалла положила начало самой знаменитой золотой лихорадки, однако сам он не заработал на этом ни цента, так как земля принадлежала не ему. Он начал пить и умер в сточной канаве. 261. Боб Марли был похоронен с гитарой, футбольным мечом, библией, кольцом, подарком эфиопского принца и запасом марихуаны. 262. Далее самая живучая рыба в мире. В пресных водоемах Чукотки и Аляски она выживает, вмерзая в лед на несколько месяцев. 263. Рыба Абисобра Тулагалеси была обнаружена в желобе Пуэрто-Рико на глубине 8370 метров. Давление на такой глубине превышает 800 атмосфер или 800 килограмм на один квадратный сантиметр. 264. На земле насчитывается более 9800 видов птиц, причем 60% всех видов птиц принадлежит к отряду воробьинных. 265. Подвиг крейсера Варяг восхитил даже противника, так как русские поступили по канонам самурайской чести. После войны японское правительство создало музей памяти героев Варяга и в 1907 году наградило капитана крейсера В. Ф. Пруднева орденом восходящего солнца. 266. У лягушки какоа, проживающей в джунглях Колумбии, самый сильный яд из всех известных животных ядов. Он в 30 раз токсичнее яда кобры. 267. Самое высокое дерево на земле – калифорнийское секвое гиперион, высота которой превышает 115 метров. А самое толстое – танзанийский баобаб с диаметром ствола – более 16 метров. 268. Лев является государственным символом более 30 стран. 269. Большая панда – единственный медведь, который не впадает в спячку. Панда питается исключительно побегами бамбука, но из-за того, что это крайне низкокалорийная пища, панда вынуждена жевать по 14 часов в день и спать ей просто некогда. 270. Ускоротые змеи настолько тонкие, что могут проползти через отверстие в карандаше, если из него извлечь стержень. 271. У всех сороконожек нечетное количество пар ног, причем ни у одной нет ровно сорока ног. 272. Адольф Гитлер до сих пор остается почетным гражданином чешского города Ланшкроуна. По словам мэра города Мартина Касталя, город не может переписывать свою историю. 273. Австралийский свирепый тайпан – самая ядовитая змея на Земле. В одном ее укусе содержится до 50 миллиграмм яда, этого достаточно, чтобы убить около 100 человек. 274. Знаменитый Форт Нокс – хранилище золотых запасов США находится на территории одноименной действующей танковой военной базы в штате Кентукки. В хранилище находится 4176 тонн золота в слитках. Его стоимость в январе 2011 года составляла свыше 220 миллиардов долларов. 275. Перуанка Лина Медина – самая молодая мать в истории. В 1939 году она родила в возрасте 5 лет. 276. Самое большое птичье гнездо на Земле было обнаружено 1987 году во Флориде. Диаметр гнезда американских белоголовых орланов составил 2,5 метра, а вес превышал 2 тонны. 277. Традиционным рождественским лакомством венгров и словаков является мед с чесноком. 278. Размах крыльев странствующего альбатроса достигает 3,7 метра – это абсолютный рекорд среди птиц. При этом самая мелкая морская птица тоже альбатрос, только малый альбатрос. 279. Гордый павлин выглядит жалким воробушком на фоне иокаганского петуха феникса, длина хвостовых перьев которого достигает 6 метров. 280. Люди ежегодно съедают 52 миллиарда кур и около 3 миллиардов уток. 281. Пара выращенных в неволе гиацинтовых ара самых крупных и самых редких на земле попугаев стоит более 50 тысяч долларов. Отлов диких ара категорически запрещен. 282. На протяжении четырех серий боевика «Рэмбо» лично убил 370 человек. 283. Самый большой дождевой червь на Земле, гигантский австралийский червь, достигает 2 метров в длину. 284. Науке уже известно более 1 миллиона видов насекомых, и ежедневно ученые открывают в среднем до 30 новых видов. 285. До недавнего времени считалось, что самое старое дерево на Земле – это гигантская сосна, растущая на западе Калифорнии, возраст которой превышает 4900 лет. Однако в 2008 году на западе Швеции ученые обнаружили канадскую ель, которая является новым побегом из ствола, рухнувшей древнейшей ели, которой уже больше 9500 лет. Таким образом это сейчас самое старое дерево на нашей планете. Эта ель проросла из семечка, еще во время ледникового периода, однако до сих пор дает новые побеги. 286. Кожа является самым большим органом человеческого тела. Ее вес составляет 15% от массы тела. 287. Как известно в поисках влаги корни верблюжьей колючки прорастают на глубину более 20 метров. А корни дикого фикуса в Южной Африке достигают глубины 120 метров. 288. Бамбук – это трава семейства злаковых. Однако эта травка может расти со скоростью до 1 метра в сутки и достигать 40 метров в высоту. 289. Все ветряные мельницы вращаются против часовой стрелки, за исключением находящихся в Ирландии. Причина – неизвестно. 290. Возраст некоторых наскальных видов лишайников в Арктике достигает 4500 лет. 291. Если первый день месяца воскресенья, то 13-е число обязательно выпадет на пятницу. 292. Рафлезия, растущая в джунглях Суматры, является самым крупным цветком в природе. Цветок достигает 1 метра в поперечнике и весит до 10 килограмм. 293. В Швейцарии три государственных языка, но ни на одном из них на почтовых марках не пишется название страны. Вместо этого используется традиционное название страны 18 века Хелветия. 294. На Талиповой пальме на юге Индии развивается самое огромное соцветие. Эта пальма цветет и плодоносит всего один раз в жизни, после чего погибает. Соцветие достигает 14 метров в длину и 12 метров в ширину. В нем до 100 тысяч отдельных цветков. 295. Самое массивное растение на Земле весит 1385 тонн. Это гигантское секвое Генерал Шерман в Национальном парке, секвое в Калифорнии. 296. Самое быстрорастущее дерево на Земле – тропическая серповидная альбиция. Она растет со скоростью более 10 метров в год. А самое медленно растущее дерево – мексиканский дион, который прибавляет всего 78 миллиметров в год. 297. В Минске есть станция метро Московская, в Москве – Киевская, а в Киеве – Минская. 298. Редкое растение пуа, растущее в перуанских андах, впервые зацветает в возрасте не моложе 150 лет и вскоре после цветения погибает. 299. Съемочная группа серии знакомства фильма «Шерлок Холмс» и «Доктор Ватсон» столкнулась с принципиальной ошибкой Конан Дойля, допущенной в рассказе «Пестрая лента» – «Змеи не могут ползать по свободно висящей веревке, им необходимо твердое основание. Поэтому удалось снять только змею, высовывающуюся из отверстия в стене». 300. Республика Науру – единственная в мире государства, без официальной столицы. 301. Самой урожайной зерновой культурой является кукуруза. У пшеницы в колоске обычно 30 зерен, а в початке кукурузы – до 1000. 302. Скорпионы могут обходиться без еды более года. Кроме того, скорпиона можно заморозить на несколько недель, после чего разморозить и он останется жив и здоров. 303. Отпечатки пальцев коала неотличимы от отпечатков пальцев человека даже под микроскопом. 304. Длина языка дятла превышает длину его тела. Такой язык не может поместиться в клюве птицы, поэтому с помощью специальных мышц он обвит вокруг черепа дятла. 305. Во время Второй мировой войны только шесть американцев погибли в результате военных действий на территории континентальной Америки. Они были убиты во время пикника японской бомбой, прикрепленной к воздушному шару. Осенью 1944 года японское командование отправило 9000 таких шаров через Тихий океан в направлении Америки. 306. Гиппопотамы убивают в Африке больше людей, чем львы и крокодилы вместе взятые. Самцы гиппопотамов могут развивать скорость до 48 км в час, и они насколько агрессивны, что часто преследуют свою жертву даже на суше. 307. Во время Всероссийской переписи населения 2002 года более 43 тысяч человек назвали национальность, непризнаваемую современной этнографией. Среди названных национальностей были, в частности, гномы, лешие, хоббиты, чучмеки, марсиане и джедаи. 308. Во время съемок фильма «Рокки 4» Сильвестр Сталлоне потребовал от Дольфа Лунгрина работать в кадре в полный контакт. Лунгрин согласился и тут же сломал Сталлоне три ребра. 309. Среди необычных фобий, пожалуй, самыми странными, являются аурафобия, боязнь золота, и плутофобия, боязнь богатства. 310. Древние римляне делали статуи знаменитостей, в основном из гипса. В зависимости от политической ситуации, головы гипсовых статуй иногда заменяли на другие. 311. Одной из самых страшных казней в Древнем Китае была казнь лишением сна. 312. Смертельная для человека доза соли составляет всего 3 грамма на 1 килограмм веса тела, то есть в среднем около 250 граммов. 313. Коста-Рика единственная страна в мире, где Конституция запрещает наличие армии. 314. Самому молодому покорителю Эвереста Джордану Ромера из США было 13 лет. Самому пожилому непальцу Бахадуру Шерхану 76 лет. 315. До 1703 года чистые пруды в Москве назывались поганными прудами. До включения прудов, в состав имения князя А.Д. Меньшиковой и очистки, в них сбрасывались отходы располагавшихся неподалеку мясных лавок. 316. Авокадо – самый питательный фрукт в мире. В 100 грамм авокадо 163 кал. В 100 грамм яблоко не более 50 кал. В 100 грамм банана 90 кал. 317. Национальный гимн Греции, гимн Свободи, состоит из 158 четверостишей. 318. В Ботсване и Зимбабве пастухи часто вместо собак используют обученных страусов. 319. Парламент Исландии, Альтинг, считается старейшим из существующих в мире. Впервые парламент собрался в 930 году. 320. Самые крупные победы в истории чемпионатов мира по футболу принадлежат Венгрии. В 1954 году Венгрия выиграла у Южной Кореи со счетом 9-0, а в 1982 году у Сальвадора со счетом 10-1. 321. Наибольшее число голов в одном матче чемпионатов мира по футболу 5 забил Олег Саленко в матче Россия-Камерун в 1994 году. Счет встречи был 6-1. 322. Александр Шавковский, Украина, единственный вратарь в истории, не пропустивший ни одного мяча в серии послематчевых пенальти. Он удержал ворота в матче Украина-Швейцария на чемпионате мира 2006 года. 323. 25 июня 2006 года на чемпионате мира по футболу в матче между Португалией и Голландией российский судья Валентин Иванов выдал 16 желтых карточек и произвел 4 удаления. Это рекорд чемпионатов мира. 324. На вершине Эвереста действует скоростной беспроводной интернет. 325. Таких видов рыб, как лосось и форель, не существует. Это собирательное название более трех десятков видов рыб семейства лососевых. 326. Извечная мечта алхимиков о превращении неблагородных металлов в золото была осуществлена в 1947 году. В ядерном реакторе лаборатории ядерной химии в Лос-Аламосе, штат Невада, из 100 миллиграмм ртути было получено 35 микрограмм золото. Сегодня это золото можно увидеть в Чикагском музее науки и промышленности. 327. Давление в бутылке шампанского более 6 атмосфер, что примерно в три раза больше, чем в автомобильной шине. А скорость выстрела пробки 13 метров в секунду, поэтому при попадании ее в лицо не избежать серьезной травмы. 328. Слово «школа» происходит от древнегреческого «скол», что означает «досуг», «отдых». 329. Слово «камикадзе» означает «божественный ветер». 330. В Китае поделывают не только продукцию известных брендов, но и говядину, и куриные яйца. 331. В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый самодвижущийся экипаж с бензиновым двигателем. А первый электромобиль был создан Томасом Давенпортом в Вермонте, США, в 1835 году, на полвека раньше. Первый рекорд скорости, превысивший 100 км в час, был установлен на электромобиле в 1899 году. И первое зарегистрированное ДТП в истории, произошло в 1896 году, также с участием электромобиля. Источником энергии первых электромобилей являлись беззарядные батареи большой емкости. 332. Всемирный день книг и авторского права отмечается 23 апреля. Именно в этот день, в 1616 году, умерли три великих писателя Гарсиласа де ла Вега, Мигель Сервантес и Уильям Шекспир. 333. Австрийский композитор Иоганн Альбрехтсбергер был настолько раздражен упрямством своего ученика, что однажды воскликнул, этот тупица ничему не научился и никогда ничему не научится. Ученика звали Людвиг Ван Бетховен. 334. До конца жизни, каждый раз, прежде чем приступить к сочинению музыки, Бетховен опускал голову в таз с ледяной водой. Вероятно, именно из-за этого уже к 30 годам он потерял слух. 335. Шоколад весьма токсичен для животных. Небольшую птицу убьет, менее 10 граммов шоколада, собаку не более 200. В отличие от человека, животные не могут расщеплять содержащийся в шоколаде алкалоид Тиабрамин. 336. В Новой Зеландии вообще нет комаров. Это рай. 337. Взрыв вулкана Крокотау в 1883 году вызвал самый громкий грохот, когда-либо услышанный в истории. Звук взрыва был слышен на расстоянии более 5000 километров. 338. В Соединенных Штатах Америки не 50 штатов, а 46. Еще четырех Массачусетс, Вирджиния, Пенсильвания и Кентукки не штаты, а Содружество. 339. Имя главного героя мультсериала Шрек происходит от слова, означающего на идише страх. 349. Самая большая пушка в истории Дора была построена в Германии в 1937 году. Вес этого орудия калибром 800 миллиметров составлял 1350 тонн, вес снаряда 8 тонн, а дальность прицельной стрельбы 40 километров. Общая численность личного состава, привлеченного к обслуживанию орудия, составляла более 4000 солдат и офицеров. Орудие было применено при штурме Севастополя в 1942 году и подавлении Варшавского восстания в октябре 1944 года. 341. Негритосы – это научное название группы темнокожих народов Синоев, Семангов и Аэта, проживающих в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии. 342. Древние греки никогда не называли небо голубым, для них оно было бронзовым. 343. Словарь языка Шекспира, несравнимо богаче словаря любого другого англоязычного писателя. Он составляет более 24 тысяч слов, из которых более 1700 слов, Шекспир создал сам. 344. Самое большое число, используемое в математических расчетах число Грэма. Число это настолько велико, что всех атомов во Вселенной не хватило бы, чтобы его записать. 345. Более 1% населения США находится в тюрьмах. Относительно количества населения страны, это в 6 раз больше, чем в Китае. Больше 18-летних афроамериканцев находится в тюрьмах, чем в колледжах. 346. В атмосфере фтора вода горит, не хуже самых горючих жидкостей. 347. В Болгарии, кивание головой обозначает нет, а мотание влево-вправо да. 348. Между островами Бали и Ламбок в Индийском океане всего 23 километра. Однако, несмотря на близкое соседство, на этих двух островах живут совершенно различные животные. По словам известного биолога Стюарта Уоллеса, эти острова отличаются своей фауной больше, чем Англия от Японии. 349. Среди долгожителей, переживших столетний рубеж, 85% женщины. 350. В среднем, каждые 6 часов ученые открывают новый вид жуков. Из всех известных, науки насекомых 2 дробь 3, составляют жуки. 351. Самой крупной отдельной клеткой живого организма, на земле является яйцо страуса. 352. На плантациях кокосового ореха в Малайзии и Таиланде, в качестве сборщиков используются обезьяны. 353. Чтобы заглушить звук выстрела смехом публики, Джон Бук застрелил Авраама Линкольна, во время самого веселого эпизода пьесы, которую прекрасно знал, будучи профессиональным актером. 354. При укладке каменных блоков Великой Китайской стены, в качестве строительного раствора, употреблялась клейкая рисовая каша, с примесью гашенной извести. 355. В июне 2005 года, жительница штата Юта Кэролин Смит, на аукционе eBay продала право, навсегда вытатуировать чью-либо рекламу на своем лбу, за 15 тысяч долларов. Этим предложением, воспользовалась популярная российское казино Golden Palace. 356. Для полной остановки груженного супертанкера требуется не менее 5 морских миль. 357. Борцам сумо любого уровня под страхом дисквалификации, запрещено водить автомобиль. 358. Из всех живых существ только люди, шимпанзе и дельфины занимаются сексом ради удовольствия. 359. Арахис используется при изготовлении динамита. Арахисовое масло является сырьем для производства глицерина, из которого в свою очередь производится динамит. 360. Нижегородский завод шампанских вин в годы Великой Отечественной войны поставлял для фронта бутылки с коктейлем Молотова. 361. Ураган выше, пятой категории в течение одного дня, генерирует столько же энергии, сколько все человечество потребляет за 70 лет. 362. Столетняя война между Англией и Францией продолжалась с 1337 по 1453 год. То есть не 100, а 116 лет. 363. 10% атомной электроэнергии в США производится из утилизированного ядерного оружия, в том числе российского. 364. Извечный вопрос о курице и яйце в Библии решается, просто в главе 1 книги Бытия, четко сказано. И сотворил Бог рыб больших, и всякую птицу пернатую и увидел Бог, что это хорошо. Так что курица появилась раньше яйца. 365. До недавнего времени деревенька Кайзерталь в Австрийских Альпах находилась в географической изоляции, единственной связью поселка с внешним миром была деревянная лестница в 280 ступенек. Для решения транспортной проблемы 30 жителей деревни, в 2008 году был построен тоннель через гору. Цена проекта составила 9 миллионов долларов. Причем во избежание наплыва туристов, правом на проезд по тоннелю обладают только местные жители. 366. Каждая зебра имеет уникальный рисунок, из черных и белых полос, подобно отпечаткам пальцев у человека. По рисунку детеныш зебры узнает свою мать. Первое время после рождения жеребенка она прикрывает его от сородичей, своим телом, чтобы он запомнил ее окраску. 367. 28 января 1896 года в Лондоне полиция выписала первый штраф за превышение скорости. Некий Уолтер Арнольд разогнался до 8 миль в час, 12,9 км в час, при разрешенной скорости в 6 миль в час. 368. В 1937 году на московском авиационном заводе 84 был разработан танк на воздушной подушке. 369. Надгробие на могиле Хрущева было создано скульптором Эрнстом Неизвестным, чьи работы Никита Сергеевич критиковал, как дегенеративное искусство. 371. Бумажные деньги делаются не из бумаги, а из хлопка, а в Австралии из пластика. 371. Пивоварня Гиннес была взята в аренду в 1759 году за 45 фунтов в год на 9 тысяч лет. 372. Пчелы гораздо смертоноснее, чем змеи. В результате аллергических реакций от укусов пчел, ежегодно погибает значительно больше людей, чем от укусов змей. 373. Гибель Титаника была предсказана за 14 лет до этой трагедии. В новелле популярного американского писателя Моргана Робертсона, изданной в 1898 году, говорится о колоссальном корабле, который затонул, столкнувшись с айсбергом. Имя корабля было Титан. 374. Центральный парк Нью-Йорка по площади, в два раза больше Княжества Монако, и в 10 раз больше Ватикана. 375. Период разложения пластиковых бутылок в природе, превышает 500 лет. При этом среди годовых отходов миллионного города, в среднем содержится, свыше миллиарда различных пластиковых бутылок. 376. В водах Мирового океана содержится в сотни раз больше золота, чем было добыто за всю историю человечества. 377. В США ежегодно регистрируется более 40 тысяч случаев травматизма, связанных с посещением туалета. Скорее всего это связано с попытками получить страховку. 378. Одной из величайших нераскрытых тайн в истории, является тайна местонахождения могилы Чингисхана. 379. Только один человек из миллиарда, доживает до 116 лет или старше. 381. У Мона Лизы отсутствуют брови. По моде 15 века, женщины сбривали брови и волосы на верхушке лба. 381. Старейшей промышленной компанией в мире являлась японская строительная фирма Конго Гуми, основанная в 578 году. Компания обанкротилась в 2007 году. 382. Вся вода на Земле возникла более 3 миллиардов лет назад, еще во время формирования земной коры. С тех пор запасы воды не пополняются. 383. 98% воды на Земле соленая. Объем доступной пресной воды озер и рек составляет всего 178 тысяч кубических километров. Еще 24 миллиона километров третий пресной воды хранится в ледниках Антарктиды, Арктики и Гренландии. 384. Вселенная насчитывает более 100 миллиардов галактик. На Земле невооруженным глазом видны лишь четыре, Млечный путь, Туманность Андромеды, Большое и Малое Магелланово облака. 385. Самым распространенным именем на Земле является Мухаммед. 386. Практичные, законопослушные швейцарцы единственные из европейцев, кто с удовольствием поедает собачье мясо. 387. Литва является мировым лидером по числу самоубийств, на душу населения 42 суицида, на 100 тысяч человек. Это в 14 раз больше, чем в Греции. 388. Национальная героиня Греции Ласкарина Бубулина была единственной в истории женщиной, адмиралом российского флота. 389. Медный всадник указывает в сторону Швеции, а в центре Стокгольма установлен, похожий памятник-всадник Карлу XII, главному противнику Петра I в Северной войне, взор которого обращен по направлению к России. 391. В Кронштадте сохранилась единственная в мире кольцевая чугунная мостовая. 391. Великий лондонский пожар 1666 года уничтожил более 80% города. При этом число погибших, по официальным данным, составило всего 5 человек. 392. Японская исполинская саламандра является самым крупным земноводным, на земле она достигает 160 см в длину и весит до 180 кг. 393. Помимо ртути, жидкими металлами при комнатной температуре могут быть также галлий, цезией Францией. 394. После того, как в течение 1988 года у шотландского фермера Джона Херда украли более 200 овец, он перекрасил остаток стада в ярко-оранжевый цвет. После этого воровство сразу прекратилось. 395. Первым человеком, погибшим под колесами поезда, был член британского парламента и комитета министров Уильям Хаскисон. Он погиб 15 сентября 1830 года при открытии железной дороги Ливерпуль-Манчестер. 396. Величайший шрам на лице земли, шириной до 100 километров и глубиной до 2 километров, протянулся на 6000 километров от Сирии до Мозамбика. По прогнозам ученых, через 34 миллиона лет на месте, этой рифтовой долины образуется море, которое отделит всю Восточную Африку от материка. 397. Новорожденные опоссумы настолько малы, что более 10 детенышей могут поместиться в столовой ложке. 398. У пациентов с поражением головного мозга, вследствие болезни Урбаха-Витти, наблюдается полное отсутствие страха. 399. Общая длина кровеносных сосудов в организме человека – около 100 тысяч километров. Благодарим за просмотр этого ролика и просим подписаться на канал книги, истории, факты и нажать на колокольчик. Вам наверняка понравится. Мы расскажем еще много интересного и познавательного. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого ролика, и поддержать нас на Boosty.